Да, да. В большей мере, чтобы заинтересовать партнеров. А они придут к нам только тогда, когда у нас будет дешевая рабочая сила, дешевые ресурсы и качественное производство. Сейчас мы видим, что наша налоговая система, которая в свое время была весьма инновативной, больше не новость для еврозоны. Поэтому, по мнению аналитиков, Эстонии нужны свежие идеи. Да, мы в последнее время услышали новое модное слово «эйрезиденсус», которая к сегодняшнему дню оказалась достаточно успешной. И вот таких новостей нужно побольше, чтобы привлекать побольше внимания мировой общественности, побольше внимания интересных инвесторов. Только тогда, когда в Эстонию будут заходить большие, хорошие, качественные инвестиции, мы сможем расти. Специалисты прогнозируют на следующий год рост ВВП Эстонии на 2,7%, что выше, чем был в этом году. Прогнозируется и рост зарплат на 5 или 6%. Неплохой прогноз. Сравнительно с Европой он разы выше. Если средний прогноз по Европе останется в пределах 1%, мы растем в разы больше. Неплохо. Это потому, что у нас есть еще какая-то инерция с прошлых лет, что мы неплохо поработали. В этом году, кстати, второй и третий квартал этого года были замечательные, отличались от наших пессимистичных прогнозов в разы. То есть сработали, экономика работает, смотрит на позитивно. Другой позитивной новостью стал тот факт, что все наши эстонские банки очень хорошо показали себя во время стресс-теста, который был проведен Европейским Центробанком. Они проявили себя с хорошей стороны за счет правильной капитализации и наличия свободного капитала, который не уходил за границу. А их резервов хватит, чтобы выдержать любой кризис. Так что банки Эстонии можно ставить в пример даже зарубежным. Хотя это привлекает инвесторов, по мнению аналитиков, на этом останавливаться нельзя. И стоит еще серьезнее задуматься о привлечении капитала в страну. А для этого далеко идти не надо, ведь всему можно научиться у наших соседей Финляндии, Швеции и Норвегии, от которых целиком и полностью зависит наша экономика. Единственное, что может насторожить потенциальных инвесторов – несбалансированность принятого вчера государственного бюджета на следующий год. Ведь несмотря на все разговоры о его социальной направленности, бюджет составлен с дефицитом, а это значит, что наши доходы превышают расходы. Конечно, инвесторы могут отнестись к этому с пониманием на словах, но, как известно, очень трудно убедить вкладывать деньги в экономику страны, бюджет которой является дефицитом.